ше-ше-вцов где он меня там повинул а шо за видео ноут по цене почки бля ну нам как бы вот эти вот технообзоры они не то чтобы интересны, правда? господа, в качестве жеста доброй воли я совершаю тактическую перегруппировку на macOS важно заметить, что тактическую, не стратегическую потому что я все еще остаюсь Windows слейвом я все еще завишу от игр, от стриминга от монтирования в Sony Vegas и еще пара программ, которые работают только на винде поэтому к гигантскому сожалению при всем моем огромном желании избавиться от Windows просто нельзя я уже часть корабля, как говорится но для начала вот этот ноутбук это Xiaomi Mi не тот ролик есть на другом канале не PSD, блядь именно в этом ролике он меня упомянул лаптоп я его купил в 2018 году когда находился в США и я его заказывал прямо из Китая да, я еще, по-моему, с этого говна логучего вроде как стримил или нет? я до него даже делал обзор я до сих пор его использую это все еще не просто рабочая лошадка ни хуя он не рабочая, блядь логучая старая лошадь, блядь который я вообще не знаю зачем он до сих пор использует с его деньгами мог бы себе нормальный ноут взять какой нахуй чё? использую это все еще не просто рабочая лошадка это рабочий слон чел, это максимум бобер который переваривает 4К видео в 100 тысяч битвейс да какой, блядь, он мне стрим еле переваривал да хватит звонить, слон рендер то есть я на нем все могу делать и это ультимативное устройство да, да бывает такое тебя вроде техника всем устраивает телефон, ноутбук, еще что-то всем доволен все твои задачи выполняет ответственное, классное но тебе хочется чего-нибудь нового и вот у меня уже было много лет абсолютно нерациональное желание потому что он все может у меня претензий к нему нет у меня было желание перейти на макбук потому что каждый раз захожу в какой-то супермаркет или apple store я смотрю на эти ноутбуки я подхожу их к лацию мне вроде не надо но так хочется руки чешутся трогать все эти, значит о чем прикол не стремить казик при этом сидеть АФК рядом у тех кто крутит МБ хватит да так Шевцов пиздоволом в ролике говорил, что Икея нет в Украине ебало человек, который в километре от Икеи живет представили а в России сказал есть но как бы все наоборот что, блядь, где он это говорил кнопочки, клавиатуры, открывать его одним пальцем вот хотелось, ну вот просто хотелось с искушением я боролся очень долго до последней презентации Apple где они поставили финальный аргумент не, ну я тоже хотел себе как-то помню макбук взять несколько раз у меня появлялось желание взять себе макбук угадать что? макбука у меня нет с которого я уже отнекиваться не смог они показали новый макбук Air 15-дюймовый до этого они были 13-дюймовые у меня уже был макбук про 13 дюймов и за ним очень неудобно работать крышку свою я сам кастомизировал и выбрал все по максимуму ну макбук это такая, знаете, стабильная платформа, скажем так то есть там, например, даже монтировать видосы вот я, например, у себя на ПК на ПК, да? вот почему я, например, редко видео делаю главная причина заключается в том что, например, Sony Vegas к которому я уже привык и в котором я делал видосы это максимально глючная хуйня то есть тормознутая с какой бы видеокарты ты не сидел с каким бы процессором оно так тормозит и лагает особенно вот эта вот хуйня превью когда ты там монтируешь видео включаешь, проверить оно вот так вот по кадрам идет и зависает я много чего делал гуглил видосы на ютюбе смотрел, как это исправить не получается я не знаю, как это исправить я реально не знаю как это исправить да хватит мне спамить клипы ебаные, блять дайте мне видео посмотреть 8 ядерный процессор м2 у него 10 ядерный графический поэтому ребята сони вегас это это и windows это хуйня полная а вот на маке таких проблем говорят нет процессоры 16 ядерный с нейронным астер эффект не слышал об таком блогер с 10-летним опытом адобе ну извини адобе сложнее чем сони вегас вроде ком 1 терабайт ssd есть 512 1 и 2 терабайта 512 мало 2 много 1 в самый раз заплатил я за него 2569 евро сколько казино но вот ты попался блять ну какая же все-таки мразь люблю байдена макеба а люблю байдена чё был пассив за 300 рублей самая основная цель приобретения такого устройства заключается в том что теперь я вхож в храм успешных людей алё казино о настоящий москвич хесус зацени как-нибудь игрушку старчерафт старчерафт мишане спасибо ну а шо казино какое-то непонятное саньо в стакане ещё москва-сити и всё вот эти вот смузи смузи хуюзи тиктокеры которые живут в москва-сити я достаточно передаю успех да ё-моё а в чём прикол шефа сидит куисосит челов строить да фу-наху чел стыдно должно быть казине да казинаке 5 евро я отдал за вонючий чай с лимоном 5 евро производим вскрытие между прочим за 16 баксов на амазоне купил этот чехол который вообще по размеру не подходит но кому какое дело когда теперь я покажи пожалуйста логотип старбакса покажи да да и теперь ебать тут интеграция интеграция apple starbucks казино понимаете я местный всё бля пчела пчела я уже обосрался блядь у него пчела летает ему нас ради я пчел боюсь пиздец и меня раздражает когда какая-то пчела начинает вот так вот я всё я сразу отскакиваю я причём я не могу иначе у меня автоматически я убегаю однажды было такое причём недавно когда я помните уезжал за город в горы выхожу из дома подышать свежим воздухом сразу пчела подлетает и начинает так я такой а блядь в дом подождал минут 20 выхожу опять то есть она реально намеренно нападала я такой думаю ладно дай я просто уйду просто пойду вперёд я иду а она за мной куда я туда она короче говоря я прошёл по дороге там уже метров блядь не знаю 30 и она за мной а просто летала за мной вот так чё надо непонятно и это стрёмно пиздец а вдруг ужалит она же не просто так летает за тобой ей чё-то надо попробуй замахнись ну всё тогда гг и я вернулся домой и больше не выходил да это я всё ещё летает это мой это пчела блядь это макбук эйрфброн бляу как будто делает вид что не замечает чего не заметил типа блядь казино тоже не заметил специально сел не специально не знаю а если так подумать то россия больше европейская страна чем украина а да вовгес ты напрашиваешься опять на бан на пермач или что или это фейк вовгес а вот мне интересно вовгес это тот который недавно в пермаче был извинялся и донатил чтобы его разбанили за ту хуйню что он писал в чате давай вовгес если это ты давай давай хоть один критерий по которым россия для тебя больше европейская страна чем украина давай вперёд ждём ладно ну хотя бы два-три критерия давай два-три пунктика пожалуй 2023 года между прочим максимальная комплектация покажи моё довольное успешное лицо это успех это успех так это обзор на макбук или на алексей финальная ачивка вот знаете там порше квартиры европы это всё хуйня вот это здесь традиционный тест макбука одним пальцем мы открываем крышку но сразу будет жалоба вот эти вот штучки прорезиненные такие подставочки это не резина это какой-то пластик из-за этого макбук очень сильно скользит по столу и когда вы его на скользкой поверхности хотите одним пальцем прилепи туда скотч двойной реально на них можно скотч просто прилепить и всё поднять он отталкивается а не поднимается зачастую поэтому apple могли их сделать более резиновыми чтобы контакт с поверхностью был лучше поэтому за это минус мне в чате хоть у кого-то есть макбук вот хоть у кого-то макбук имеется нато спасибо за переподписку типси спасибо тебе тоже кт спасибо тебе уже сколько 53 месяца да да у всех нахуй макбуки да нет а хотя нет нет большая часть людей пишут нет ну и правильно он вам нахер не нужен это будет очень эмоциональный лучше мне подарить обзор потому что во-первых мне искренне нравится это устройство я ну вот честно не заметил в нем никаких минусов то есть не было ничего чтобы я подчеркнул хотя бы для справки что вот это в нем было значит плохо в нем всё леопард спасибо идеально во-вторых моя лояльность обеспечена тем что вы наверно устали если вы олд моего канала это слышать но я ненавижу windows бойся а кто его любит господи привет хесус посмотри эту ссылку прикол вышел из-под контроля да не ну аноним спасибо мне не нравится windows при этом мне нравится компания microsoft как бы странно это не звучало я-я-я-я потому что вы такие типичные обыватели windows скажем так пека пека бояры скажем так да пк пк бояре да чё вам надо подрубить что включил комп пошел поиграл посмотрел стрим но когда ты работаешь на этой платформе ебать скрываются все минусы этого говна этого санова windows все глюки лаги тормоза блять и прочая срань будучи транснациональной корпорацией они сумели в себе сохранить гораздо больше человечности чем это сделали apple потому что apple в себе человечность вообще а вот macbook и вот эти вот mac операционной системы все эти вот ios они 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 реально именно для работы хорошо подходят комфортно там очень или microsoft но играть невозможно для open source для развития IT индустрии то есть для всего мира для всего рынка не зарабатывая с этого никаких денег microsoft делает безо да ты же так много работаешь причем тут я вообще ахаха ну да ну да а чё вы нудак эти то блять я общаюсь с людьми которые работают на макбуках нет а вы с такими общаетесь нет у вас был макбук да вы сами сказали нет но при этом сидят специалистки о да 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 языки программирования у microsoft значит гитхаб у microsoft короче microsoft делает много пользы да их windows говно собачье но остальные продукты претендуют на внимание вообще если говорить серьезно то я искренне не понимаю вот этой эстетики тащить что ты на пчел гонишь она думает что ты цветочек она хочет собрать пыльцу и если ты махать руками будешь она наоборот агрессивнее станет если на одежду сядет не страшно короче главное без паники какой я нахрен цветочек я для пущей верности тогда еще пернул блять думал ну если я перну я же явно не буду пахнуть не буду вонять не я насрать она еще сильнее блять присосалась спасибо инвертор за 120 рублей вот так я и говорю что руками махать нельзя я поэтому говорю я вернулся домой тупо ебало завалил тогда вот сток спасибо большое тебе за переподписку бля вот все вот эти фразочки про свободу слова в никакой стране мира нет свободы слова везде есть цензура но своя и контролируется по-разному бля вовник такой ты дурак конечно блять я тебя попросил критерий перечислить ты так этого и не сделал вкинул какую-то хуйню про свободу слова что ее нигде нет мы не говорим про стопроцентную свободу слова но в России то ее вообще нахуй нет то есть ну вообще от слова совсем понимаешь да то есть ты вообще сказать нихуя не можешь тебя блять посадить могут за слова чел за слова блять поэтому давайте не надо вот это сравнить с США и так далее в США в сравнении с Россией есть свобода слова а в России в сравнении с США свобода слова нет вот и все и с той же Европой если сравнить так же будет в кофейню то есть если бы я пришел в кофейню то я бы выпить кофе работать я могу дома потому что почему так происходит а в Украине ну я в Украине не жил это надо у людей в Украине спрашивать я думаю что в Украине примерно такая же ситуация на самом деле не ну как в России ну если по чесноку говорить что с коррупцией блять что со всем остальным не не я не имею ввиду военное время стопе давайте забыл уточнить до войны до войны когда еще до войны в России и до войны в Украине сейчас понятное дело что в России хуже с поправками всеми этими блять законами которые там понапридумывали до войны я имею ввиду если сравнивать времена когда еще ну как-то посвободнее было а сейчас естественно сейчас тотальный контроль за всем просто я не знаю как в Украине сейчас тоже но до войны исходя из того что мне говорили опять же те кто живет в Украине что тоже была хуйня как сейчас я не знаю я про свободу слова говорю с коррупцией это понятно все хуево потому что люди которые покупают эти ноутбуки они покупают в кредиты я очень часто вижу студентов у которых ну вообще нихера нет денег но при этом у него есть макбук спрашивается откуда у тебя макбук ну это ж так дорого там и так далее он это просто в рассрочку берет нахера ты это делаешь дуренда при этом ему потом приходится работать в кофейне потому что у него своей квартиры нет он живет в какой-то с саной общаги но зону с макбуком причем с про потому что обычный эйр ему не подойдет ему нужно прям максимально максимально заряженный чтобы на нем в заметках что-то записывать и там не знаю в гараж бенде скрипку какую-то наяривать ух ну я прям чувствую вот этот заряд богатством вот этой богатой эстетики коль уж мы находимся на улице будет правильным заметить что достаточно я с каких пор вообще наличие у тебя макбука и айфона стало показателем богатства ну просто опять же это сравнивать надо тогда уровень жизни в стране да то есть если в твоей стране айфон является показателем чего-то богатого значит блять что-то в этой стране не так мне кажется с уровнем жизни с экономикой потому что ну в Америке например айфон это нихуя не показатель это просто айфон это просто телефон как и макбук это просто блять ноутбук тут другие ноутбуки столько же стоят если он нормальный И никто не будет тебе говорить, ябать, я мог бы еще богатый, блядь. Да тут у каждого второго. Готов поспорить относительно свободы слова. Да. Хуесосили как прошлого, так и настоящего президента. До войны сейчас разговор. И покрывали говном все партии. Так что о свободе слова в Украине было лучше. Спасибо, Басенко. Окей. Спасибо за 100 бицов. Яркий экран даже в светлый солнечный летний день. А что в США показатель богатства? Нет. Квартира не в ипотеку. Или если у тебя квартира, за которую ты уже выплатил ипотеку, все, считай, ты успешный американец. Дом. Желательно. Не в ипотеку. Вот это показатель. Если ты тут в кредитах, ну, блядь, что-то хуево тогда. Хотя тут у всех кредиты. Это уже как, блядь, традиция. Но если у тебя этого нет, ты не в кредитах, у тебя там, не знаю, дом. О, блядь. Ну ты, короче, при бабках, реально. Молодец. Даже сейчас на каналах кондитера хуесосят власть. Какого еще кондитера? Им пользоваться комфортно. Это при том, что он у меня согнутый. Если вот так поднять... А ты на аренде живешь. То вообще никаких подзеркаливаний нет. Я и не богат. Блядь, эта пчела все еще летает. Глянцевый экран. Будут какие-то отсвечивания. Но за счет глянцевого экрана намного сочнее и приятнее картинка. Она прям сочная. А, Порошенко, блядь, кондитер. Точно, епта. Она прям сочится. Ее хочется слизывать с этого экрана. Зачем он про меня начал... А, это вот это он про меня говорит сейчас? И судя по тому, насколько он у меня засран, это не были пустыми словами, господа. Я реально его лежу, сосу, облизываю. Вот это он про меня, да. Да, это правда, кстати. Я поэтому в LA собираюсь. Потому что мне нравится этот ноутбук. Да. А ноутбук, это он меня типа так называет. Да, это мы так договорились, что он меня ноутбуком будет называть. Но я типа миниатюрный, складываюсь вот так на две части. Я ноутбук. Начнем с первого вопроса, который мне подписчики задавали. Что на этапе предзаказа, что после покупки? Почему Air? Почему не Pro? Ну, ведь явно не стоял вопрос в деньгах. Отчасти именно в нем он и стоял. Ну, лишь отчасти. Во-первых, мне хотелось компактное ультралегкое устройство. Это MacBook Air. А во-вторых, я не хочу... Бля, если бы с него можно было бы нормально стримить, я бы себе купил. Этого говна ты нормально не постримишь. Он лагает, реально. Нет. Нет, не будет. Я уже пробовал, Сашечка. Всем алдам вообще похуй на это. Спасибо за 240 рублей. Спасибо. Так у Алины есть же. Так у Алины какой-то древний, там ему уже лет 10. Его даже не включали. Вот. Трипутин стримит. Да, блядь, и у него лагает постоянно. Привет. Удачного стрима. Ты знал, что пчелы любят яркие цветы и сладкие запахи. По сути, когда ты пернул, ты ее только больше забойтел на себя же. А, то есть ты считаешь, что у меня сладкий перейдешь? Фу, блядь. Бойся. Передай привет Алине. Хорошо, передам. Спасибо за 120 рублей. Платить за избыточную мощность, которая мне не нужна. Я давно заметил, что люди обожают покупать опции, которые они не используют. Люди покупают 14 Pro Max. Не знаю, что такое LiDAR. Не понимая, зачем... А я не понимаю, как в макбуке работают. То есть, когда ты... Это Шевцов, да. Когда ты покупаешь в макбуке... Ты заебал! Я с Киева до войны свободой слова было достаточно хорошо. За критику власти и зели ничего не было. Но после 24-х числа, я считаю, у нас даже хуже, чем в России. Ну, я бы тут поспорил с тобой. Я что-то не наблюдаю новостей из Украины, где могут там за критику Зеленского там посадить. В России уж куча примеров таких людей. Кто там за дискредитацию армии РФ сидит. А в Украине сколько? Перечислите. Списочек предоставьте. Каких-то блогеров известных там. И так далее. Есть такие? Просто я из Украины таких новостей не слышу. Реально. Может, мне просто не скидывают такие неудобные новости, да? Только с гадалкой начали скидывать. И то... Многие пишут файк. Но и опровержения не было. Нужен Apple Pro Rez. Что это вообще такое? Я что хотел сказать. Покупаешь, ну, MacBook, да? Который запредельно мощный. Но у тебя, сука, лагает стрим. Как? Как он, будучи запредельно мощным, выдает такую хуйню в виде лагов? Я от этого не понимаю вообще. Они не используют на полную камеру айфона Pro Max. Они даже не задаются вопросом, почему он так называется, Pro Max. Что там Pro, что-то Max. Я четко расписал, какие задачи я буду выполнять на ноутбуке, писать тексты, серфить в интернете. Иногда монтирую видео, иногда стримить. Ну, на тики-токи снимать фотки делать. Я понял, что новый MacBook Air, это реально производительная лошадка. То есть, если раньше MacBook Air, это был тупо калькулятор, так еще и маленький. То есть, сейчас он большой, 15 дюймов, так еще и мощный. Он может в примитивный стриминг, конечно, никаких игр, но вебку, экран, вообще никаких проблем не будет. Ага, вебку, экран проблем не будет, но стоит запустить браузер и зайти на сайт, все, посыпалось. Толком не нагревается, а даже если и нагревается, то он не шумит, потому что здесь пассивное охлаждение. И здесь просто нет вентиляторов, короче, проще говоря, он не шумит вообще никак. Да, это, кстати, большое преимущество MacBook Pro версии, потому что даже при монтировании видео, обработке... Все с этого бест не оптимизировало под Mac приложение и все. Фука, стриминги, он в состоянии выдерживать большие температуры без включения вентилятора. Ну и говно. Ноутбук, на котором я все время работал, вот как только ты, я не знаю, там фотошоп открываешь, он сразу... Открываешь какой-нибудь Sony Vegas. Обработка видео в 4К, цветокоры, какие-то эффекты, все работает потрясающе. Я уже молчу про всякие фотошопы, то есть для него это просто, ну как семечку выплюнуть. Для своего форм-фактора он реально очень мощный. Когда я увидел... Вытягивает большую часть задач, которые вам нужны будут от ноутбука. Уж тем более, если вы в Starbucks сидите SMM-щиком, там каким-нибудь таргетологом и вы клацаете по кнопкам, Mac Pro вообще не нужен. Для чего вам MacBook Pro, если вы просто печатаете тексты, говорите по зуму и не монтируете видео? Я не понимаю, зачем вам это надо. Прекратите покупать мощности, опции и функции, которые вам не нужны. И после этого видоса акции Apple рухнули. Я, будучи блогером-миллионником, я типа могу эти видосы монтировать на этом ноутбуке. И мне нормально. А вот тебе, краля, значит, в Starbucks прям пиздец, как нужен Pro. А я предвижу кучу комментариев. Ха-ха, он себе шторку купил на вебку. Паранойк, ну она же и так светится, когда работает. Работает, ищите себя в прошмандовках Ютуба. Давайте же ближе к обзору. Начну с неочевидного, это его звук. Насколько же он глубинно-глубокий, передать сложно. При том, что здесь миниатюрный корпус без видимых колонок. В отличие от MacBook Pro, на котором прям есть сеточка. Там два динамика, стерео, всё это видно. Здесь динамики есть, но они спрятаны под экраном. Так, нахуй, ты чё охренел там? Сеточка, там два динамика, стерео, всё это видно. Здесь динамики есть, но они спрятаны под экраном. И при этом здесь, ну я никогда не чувствовал... Охуел! Вот собака. О, зато рекламу вставил бесплатно, блядь. Г, не останутся сообщения, ты удалишь. И с экрана блокировки это сообщение тоже удаляется вроде. Голосовуху в телеге любую включаешь, а это как крутейший подкаст на шур записанный ещё кучу раз. Чувак, прорези нас через Скидру, так чтоб мы охуели. Гоша, да. Я своих эмоций стесняться не буду, это абсолютнейшее блаженство слушать его динамики. У меня было много ноутбуков, в том числе у меня был в девятнадцатом году, вы помните, я делал обзор на Asus ROG какой-то там за пять чем-то тысяч долларов. Ещё раз покрутите эту цифру у себя в голове, и там не было такого звука, который есть здесь. А это MacBook Air, а есть Pro, у которого ещё лучше. Как это делает Apple, непонятно. Сегодня в такое сложно поверить, но в комплекте идёт адаптер, притом достаточно мощный. Да, они в этой версии уже вернулись к привычному, как он называется, MagSafe. Но, что важно, MacBook можно заряжать и от обычного USB Type-C, просто это будет гораздо дольше. Приятно, что тут USB Type-C, то есть его можно использовать и для других ваших устройств. Аккумулятор. Время автономной работы, это всегда была одна из фишек MacBook'а. У меня был MacBook 2016 года, и что тогда, что сейчас, ты, Дим, удаёшься с того, насколько долго он держит аккумулятор. Если вы будете просто там лазить в интернете, печатать какие-то тексты, то есть не сильно его нагружать, вы обомлеете с того, насколько он держит. Я не могу сказать точную цифру, но на два дня мне его спокойно хватает. На два дня, ну, конечно, не целый день. У меня есть 34 градуса на улице. Ну, где-то, ну, по часа 4-5, ну, где-то так. Мои аплодисменты. Вот есть два устройства от Apple, которые меня поражают своей автономностью. Это iPad, который даже, вот у меня iPad 17-го года, чтобы вы поняли. iPad 17-го года. У него до сих пор аккумулятор держит два дня активной работы за ним. И могу... Нифига себе. В шоке. Что? Следующая непонятная вещь, которую непонятно, как делает Apple, кратно подчеркиваю это слово, лучше других, это клавиатура. Вот, в принципе, у человека есть желание купить MacBook, и 30% от этого желания составляет просто желание работать на этой клавиатуре. Она традиционно лучше, чем у кого-либо. Вот ты, когда берешь какой-то ноутбук, ты вот анализируешь эту клавиатуру на предмет того, насколько сильно она похожа на MacBook-овскую. Ну, вот как-то у них это получается. Ну, вот лично для меня на MacBook есть супер киллер фича под названием транскрипция твоего голоса. Просто нажимаешь одну кнопку и диктуешь, и оно фантастически воспроизводит в текст твои слова. Это работает по всей системе, начиная от сообщений и заметок, заканчивая строкой в браузере. Трекпад это очередная коронная фича, флагманского MacBook-ов, но он просто потрясающий. Тамасу был осуждаем. Немного в лоб всю жопу ставлю, а ПЛЕ горит от любых других стандартов, поэтому программно замедляет зарядку по Type-C и продвигает свой ёбаный маг-сейф. Чё у него там плейбой какой-то, бля? Чтобы покупали ахуленет КХЕ-КХЕ. Какие-то члены торчат. Порнхаб? Блядь! Там Порнхаб! Блядь, там реально члены? Вон Порнхаб. Он реально спалился или... Или это всё прикол такой, приблизь? Да, щас нахуй. Я просто там плейбой, шоп. Порнхаб? Нет. Попался, Алексей! Каким бы ноутбуком не пользовался, они все жёсткие. Они какие-то... Они конченые, короче. Они просто конченые. Я другого слова не могу подобрать. На них нельзя работать. Уезжаю куда-то в путешествие и обязательно проверяю, взял ли я с собой мышку, потому что, ну, невозможно пользоваться виндовскими ноутбуками, только трекпадом. Они конченые. А, там ещё X-видео было. Ладно. Конченые ещё раз. Ты конченый, блядь! Сидеть на Порнхабе совсем сдурел? А вы, ребята, мою телегу подпишитесь, там столько рублей разыгрывается теперь. И я вам говорю, это как человек, не который пользуется макбуками, а который всю жизнь был на виндовских ноутбуках, всей этой виндовской системе. Я знаю, чего я говорю. Оно конченое. Вот этот трекпад, у которого ещё область стала гораздо больше, это инженерное какое-то чудо. Я не знаю, как они это сделали. Скорее всего, у них какие-то собственные патенты. Они ни с кем не делятся. Короче, всё. Лучше нет. Для тех, кто пользовался айфоном, и он им не понравился, они считают, что вот macOS, это iOS только для компов. Что это означает? Что это закрытая система со всеми вытекающими неудобствами? Что это отсутствие кастомизации? И это не так здесь кастомизировать интерфейс? Сейчас хуйню несёт. Снова-то удобно дрочить. Это я говорю, как игрок в самп, который должен писать в чат 24 на 7. Чего, блядь? Шрифты. Нажать это... Привет, лысус. Надер, разбаньте в чате, пожалуйста. Сижу в бане уже почти полгода. Забанили за то, что провёл я в числе 1 зрителя. Заранее спасибо. Та, нихера. Слава Украине. Спасибо за 2 доллара. Модераторы, разбаньте человека. Вы чё такие жестокие? Рэкпада. Да, короче, всё можно больше кастомизировать, чем на Windows. Короче, macOS, это абсолютно полноценная система. Да, со своим магазином приложений. Он совершенно конченный. Там нет практически никаких нужных тебе приложений. Кроме... Там можно ставить софт из... Кроме там была реклама. ...магазинов, сайтов, кастомный софт. К большому сожалению, ещё и не лицензионный можно ставить софт. Это вообще ужасно, мы это осуждаем. Никогда этим не пользовался. И вам не советую. 13 долларов в месяц за подписку в фотошоп. Это разве деньги? Кстати, на айфоны скоро тоже можно будет это делать. Европейские регуляторы... Вот что они сделали с Apple, сказали, слышите вы, псы... Вот что буду я с ним делать в LA. Вот что они сделали с Apple, сказали, слышите вы, псы позорные, мрази вонючие, твари кончены. Именно так и сказали, не нахрюк отвечаю. Ваш App Store и вы, это конченая монополия, значит открывайте iOS для сторонних магазинов приложений. И Apple, ну это же компания мразь, она никогда не сделает что-то вот для людей. Вот, например, они сейчас собираются делать айфоны, у которых будет USB-C, потому что это требование Европейского Союза, это один из самых сочных рынков в мире. Да, Европа что делает, да? И они сделают этот USB-C, только специальный, то есть неоригинальный кабель у вас будет работать в половину мощности в лучшем случае. Это, конечно, только новости, пока что слухи, но, зная, как и Apple, я в это уже верю, то, что у них будет специальный, значит, чип, который будет ограничивать использование других USB-C кабелей. Это Apple, они по-другому не умеют. Так вот, возвращаясь к айфону, не радуйтесь, что вы скоро сможете ставить приложение со сторонних магазинов. Apple это сделает доступным только в тех странах, где эти регулирования работают. То есть, это европейское экономическое сообщество, Евросоюз, другими словами, не для других регионов. Просто компания мразь, компания... Реально Гондона. Я по-другому вот не могу назвать. Насколько они бесцеремонно пользуются своей монополией, не давая миру ну вообще ничего. Ни с кем не делясь, не инвестируя в open source, не развивая технологии, не делясь с ними. Вот есть компания Uber, которая абсолютно убыточна, но при этом ее вот спросите у любого программиста, как он относится к Uber. Вы слушаете много приятных отзывов, потому что Uber делает очень много для антииндустрии, чего, например, не делает одна из самых, если не самая дорогая компания в мире. Кто? Я их, честно, я их ненавижу, но Макбик крутой. Ну вот реально крутой аппарат. Бля, ну если бы и не Apple, то, наверное, возможно и спортфоны сейчас были бы не такими, какими мы их видим. Здесь по-другому ставится запятая, двоеточие, к этому еще надо привыкнуть какое-то время. Я первое время, ну, немножечко мучился с этой клавиатурой, признаюсь, то есть само нажатие, отклик, вот это все фантастически, но комбинации клавиш здесь полностью другие. Да, вот именно, что это факт, по-другому оно открывается. Мир был бы другим, логика технологии системы. Ты устанавливаешь приложение, ты кликаешь не на открыть его, а ты его перетаскиваешь в папку какую-то, ну, это странно, но к этому привыкаешь. Макбол бы лучше, а я сомневаюсь. А устройство, это системно-аппаратный комплекс. Про аппаратную часть мы уже поговорили, время о системе. Начать хочу с дизайна, потому что macOS это в первую очередь эстетика. В отличие от Windows, где в 11 версии до сих пор можно найти интерфейсы Windows 7, которые просто отвратительны. Кривущие анимации, где-то они есть, где-то их нет. Кстати, у компании Uber открытый технический блок. Да. Они там чуть ли не каждый день пишут крутые статьи на техническую тему. Да. Рекомендую, кому интересно. Окей. Похуй. Но спасибо. Американцы. Чё американцы? Русские. Спасибо, Волгес, блядь. Короче, система очень хаотичная. macOS монолитна. Куда бы, в какие дебри системы ты бы не залез, она везде будет совершенно проработана, красиво, эстетично. Я получаю огромное эстетическое удовольствие, нажимая на иконки, перелистывая окна рабочего стола, сортируя иконки, набирая текст, переключая окна, даже просто сворачивая. Всё, иду покупать. Оно так плавно это делает. Я понимаю, что это всё звучит как чистейшая эмоция, но разве это плохо, получать эмоции просто от... Ты пропустил. Ты пропустил себя, да блядь, ну потому что я на вас смотрю. А он на меня смотрит. Я на вас, а он на меня. Это их нет. Ну короче, система очень хаотичная. macOS монолит. А чё это тогда? А, это был тогда вот этот момент с Пригожиным, да? Дождь мы смотрели. Ждали новостей. Я ещё тогда Алексею говорю, давай, чё ты хочешь прокомментить? А он, сука, сказал нет, а оказывается видео записывал. Куда бы, в какие дебри системы ты бы не залез, а на... Я, по-твоему, дебри системы? Сколько там зрителей? Эх, 14 кусков, по-моему, да? Эх, вот бы всегда такой онлайн, конечно. Эх. На везде будет совершенно проработано, красиво, эстетично. Я получаю огромное эстетическое... А, не, он наоборот намекает, что я красиво эстетичный. К удовольствию, нажимая на иконки, перелистывая окна рабочего стола, сортируя иконки, набирая текст, переключая окна... О, прону, не... Он именно на моем моменте это сказал. ...ворачивая окно, оно так плавно это делает. Я понимаю, что это все звучит как чистейшая эмоция, но разве это плохо? Получать эмоции просто от юзер-интерфейса. И ладно, если бы macOS была просто тупо красивой, но не функциональной. Это не так. На Windows 11 есть катастрофическая проблема. Когда ты открываешь какую-то папку, где много файлов, эта папка начинает индексировать файлы, и они у тебя просто грузятся несколько минут. Здесь этого нет, оно индексируется мгновенно. Система банально потому что она лучше оптимизирована под это железо и вдобавок ко всему конечно же оптимизация макбук во всяких программах типа и доба да винчи и многих-многих других он будет все равно гораздо производительнее чем ноутбуки сопоставимой мощности они имеют значение создать такая шерня потому что оптимизация на ю тубе и в гугле огромное количество тестов сравнения макбуков с другими флагманскими ноутбуками на windows по скорости рендер не на правда стоит признать что на макбуке реально все намного в этом плане в оптимизации лучше плавнее монтажа я с вами там результата макбуки реально показывают чудеса с переходом на м2 они стали очень производительными у меня кстати было большое опасение что с переходом на м2 много софта значит не будет поддерживаться на макбуке ну я такой софт не нашел все поддерживается при том apple никак не заставляли они просто стимулируют деньгами вот я как разработчик в пена нам было очень вы разработчик в пена работать на м2 потому что это самая платежная аудитория резюмируя с количеством софта проблем нет его море с работы его уж тем более кстати да я общался с людьми которые делают всякие приложения для телефонов владельцы айфонов они платят деньги за подписку да ничего не потому что все коды на винде в основном пишутся мак это просто они чаще всего типа платят деньги за подписку им типа норм а владельцы андроидов сука все кто создают приложения но разработчики я думаю вы часто замечали что на андроидах многие приложения да почти все они бесплатны но в них куча ебаной рекламы запускаешь там игру какое-то приложение и там просто блять баннеры какие-то перерывы на рекламу зато бесплатно так вот на андроиде невыгодно делать программу за подписку потому что андроиде не нахуй никто не будет покупать или очень малое количество людей на айфоне ну почти все будут покупать зато без рекламы на андроиде не покупают там только бесплатно но похуй потерпит рекламу до алкабов пассив тебе большинство 20 рублей вот на айфоне же соответственно есть такие приложения тоже конечно безусловно но чаще всего даже если они есть ты также можешь все равно купить подписку реклама исчезнет и мне вот некоторые люди которые делают приложение они говорят чтобы да по статистике так то есть мы на айфоны выпускаем с подпиской и там активно покупают на андроиде если ты с подпиской выпускаешь приложение никто нахуй не покупает вот но типа рекламу они окей и типа на андроиде куча рекламы всегда всякой вообще какой-то очень нехороший более нет проблем все летает даже на макбук но при этом на андроиде они зарабатывают больше чем на айфоне на рекламе зарабатывают больше чем на подписках с айфона просто потому что на андроиде больше людей сидит и все или здесь стоит mac os ventura и и ключевая фишка это еще большая интеграция с другими и плоскими устройствами и тут мы начинаем говорить про экосистему apple конечно скотины поняли как заставить пользователей от себя не уходить у тебя может быть samsung тебе ничего не стоит перейти на ван класс ван класса там я не знаю на xiaomi неважно если у тебя есть и плоско устройство и не дай бог ты покупаешь другое ты понимаешь блин это удобно я написал заметку на макбуке и она мгновенно на моем айфоне я потерял где-то айпад я захожу с макбука и его спокойно ищу понимаете если он буду по отдельности перечислять что это экосистема из себя представляет я что в ней можно то вас это братья шевцов сначала мой стрим зашел потом открыл какую-то там спотифай да и туда без топ топ-50 сша то есть он намекает что я топ-50 в сша и впечатлит ноги я могу использовать iphone как веб q на своем макбуке а как часто мне это надо будет кстати вот эту недавно представили на презентации и она пугающе быстро работает если честно пугающе так вот по отдельности а нахуя ноутбук купил но не впечатляет но когда у тебя наслоение из этих маленьких фишечек ты начинаешь это чувствовать ну давайте о классике игры на маке как вы знаете не игры не для мака а маг не для игр у меня есть библиотеки и вадик бот если не видел то там маргина на первом канале показывают оказывается хорошего стрима мимимями спасибо крот подожди кнопочка то что поддерживается на макбуке и этот список сразу же худеет на процентов 95 и те игры которые остаются это какие-то очень старые стратежки либо какие-то очень-очень старые трипл эй тайтлы и говно короче игр поддерживается только мафия 3 которая у меня просто не открывалась все я просто пытался открыть она не открывается и shadow of the tomb raider одна из самых красивых игр в плане графики своего поколения как она здесь работает ну стабильный 30 фпс на очень низких настройках 4k в 4k это важно поэтому в целом играть можно игр нет поэтому играть него что в этом плане кэши windows очень сильно задерживает пользователей у себя потому что это самая популярная игровая платформа в мире кто вдруг не знал не playstation да ладно именно windows даже не нинтендо windows хотелось бы конечно больше конкуренции на рынке игр чем microsoft sony хочется чтобы apple зашли со своими котлетами с баблом туда но к сожалению apple зашли просто это называется apple аркейд мобильное которое не к сожалению при ебать меня тут видосе конечно носит очень большие деньги да я я работка не такая тяжелая цените вообще что три пола игры выходят честно я вот сколько с разработчиками разными жестко пример башок в описании с идти в три пол и индустрию все так вот это просто энтузиасты которые ну просто ебнутые люди которые хотят ее вот отварился даже не дома если вы обыкновенно разработчик который хочет заработать денег вы просто идете в мобильный гейминг все и вот зная это все даже лишний раз ругать три полы игры за какие-то мелкие просчеты уже не хочется если вы очень долго сидите на той или иной экосистеме я вам советую чисто для разнообразия для обогащения своего опыта попробовать что-то новое если у вас много лет android и вас всем он устраивает попробуйте айос ну вот реально ну вдруг понравится да да и денег попробуем велика вероятно что айос вам не понравится но вы сможете еще лучше понять насколько android лучше и будете лучше его цене просто айфонов мало вариантов дешевых у андроида то их целая куча дань говно конечно логучие ну а что людям много надо вот именно ему кюэээх спасибо тебе большое за переподписку и получите еще больше удовольствия от использования ну а если у вас много лет айос конечно защитники дешевых андроидов такие нет не все нет нет 110 не лагает лет я со своим сяоми за 10 тысяч рублей уже год хожу и вообще летает да я на этом сяоми блять в школу летаю сам ебать использую вместо маршрутки на такой быстрый блять да да расскаж ребята шо мне тут чешите я тоже андроидами пользовался я знаю что такое android и это я еще флагманы использовал про какие-то дешевые варианты вообще молчу хорошо пусть будет так ладно пусть будет так смотря вообще чем вы как вы его используете что вы на нем делаете друзья страшно представить что вы делаете на телефоне нет пиздец наверное микса спасибо тебе большое за переподписку то ту же рекомендацию вам давать несколько сложнее потому что многие люди сидят на а весе просто потому что они заложники экосистемы apple и тем не менее если у вас макбук если у вас кризис любви к этому устройству или вы просто воспринимаете ну макбук макбук просто ноутбук попробуйте windows пожалуйста умоляю вас попробуйте windows ски ноутбук хотя ладно уговорил 1 месяц и желательно windows 11 вы облизывать будете это устройство не стыдно за что у него помешан помешан облизывание вы заметили потому что на камеру снимал сейчас камеру отключат все в щепки полетят просто в разные стороны этот макбук у него на голове окажется все эти как камера резко отключить как видео закончится а потому что подошли русофобы сразу все по камере бамс блять полетели на так минуточку секс секс